Творческий процесс Я думаю, что это будет великое кино С таким сценарием у нас получится отличный фильм, и мы должны его снять Люди из моего окружения говорили мне, может тебе не стоит играть злодея, Арнольд Это может плохо сказаться на твоей дальнейшей карьере Я думаю, для зрителей имела большое значение и любовная история, рассказанная в фильме Мы делали все возможное, чтобы оправдать наши надежды, связанные с этим фильмом Ночи, крысы, автомобильные погони Честно говоря, я немного побаивался Возможно ли сделать такое? И сколько денег это будет нам стоить? Смогу ли я смонтировать фильм настолько сложно визуально, как Терминатор? Чувство страха преследует вас Давит и график работы, давят и окончательные сроки сдачи фильма Другие голоса назад сквозь время Как создавался Терминатор? Воспоминания съемочной группы Начало Мы с Джимом встретились впервые в 1973 году В то время немного было людей, которых интересовала научная фантастика С нами был еще наш третий друг, которого звали Рэнди Фрейкс Он пописывал фантастику И я научился у него многому, что касается написания фантастических сюжетов И думаю, Джим тоже Мы втроем решили, что мы хотим окунуться в шоу-бизнес Мы хотим снимать кино Тогда же мы познакомились с Гейл Херд Которая была сопродюсером одного из фантастических фильмов тех времен Я познакомилась с Джимом на съемках одного фантастического фильма Для которого Джим сооружал декорации и макеты Все мы в то время работали в студии Post Production в Венеции И в том же здании была декорационная мастерская, в которой работал Джим А лично с ним я впервые встретилась, когда мы снимали пробы для фильма «Гуманоиды из глубины» Съемки проходили как раз на той улице, где была мастерская Джима Я сначала подумала, что он хозяин мастерской На самом деле он там был разнорабочим Но вел себя он как начальник Однажды Джим зашел в мою студию, когда я монтировал какие-то сцены из гуманоидов Нападение роботов на человека Вдруг я почувствовал, что за спиной кто-то стоит Я обернулся, увидел Джима, он склонился над моим плечом и внимательно рассматривал изображение на экране Из-за некоторых неприятностей на съемках фильма «Битва за пределами звезд» Нам в съемочную группу потребовался арт-директор Таким образом, за короткое время Джим превратился из монтажника декораций в арт-директора По мере того, как продвигали съемки, мы в чем-то помогали друг другу И решили попробовать совместно написать какой-нибудь сценарий Мы работали рядом, плечом к плечу и решили, что в будущем начнем свой собственный проект Джим в качестве режиссера, а я в качестве продюсера Добро пожаловать в мой кошмар Джим всегда говорил, что предпочитает розовым снам кошмары, потому что кошмары всегда дают ему творческие идеи А радостные сны – просто трата времени Джим позвонил мне, когда мы находились в Италии, в Риме И сказал, что во сне, во время тяжелой болезни, ему явились образы из будущего фильма Джим рассказывал мне, что увидел терминатора во сне, выходящего из огня Он рассказал свой сон, в котором робот, покрытый человеческой плотью, является к нам из огненного облака Когда мы вернулись в Штаты, у Джима не было ни цента Он ночевал у Рэнди на полу и все время рассказывал о своей идее Именно тогда мы решили написать что-то настолько невероятное, что ни у кого не хватит духу отказать ему в съемках такого фильма Вот с этого образа, который явился Джиму в болезненном сне, и зародилась идея терминатора Поскольку существо, которое Джим увидел во сне изначально, не могло существовать настоящим, значит оно должно было явиться из будущего Так родилась история о терминаторе Мы решили приложить все усилия, чтобы фильм появился на экране Поначалу нам отказали все крупные киностудии Но у нас были хорошие связи с Orion Pictures, с Барбарой Бойл и Фэнсис Доул, которые работали с Роджером Корнуэллом на New World Pictures А также работали на Майкса Медового Мы отослали им сценарий, и он им очень понравился Прототип терминатора Джим Кэмерон ранее работал с Ларсом Хендриксоном И он очень хотел, чтобы терминатором был Ланс Изначально Джим хотел, чтобы терминатор был похож на человека из толпы Что Ларс мог бы потрясающе сыграть Эта идея казалась интересной Ларс представлял терминатора в образе такого качающегося богомола И еще в Венеции Ланс начал работать над этим образом Он положил кусок фольги себе на зубы и изображал движение богомола Ползая по пожарным лестницам, распугивая при этом соседей Однажды Ланс появился у меня в офисе в полном гриме терминатора С Джоном Дэйли Ланс явился рано утром Можете себе представить, деловой офис Секретарша за столиком и входит Ланс в костюме терминатора Секретарша не понимает, что происходит Ланс наклонился к ней и спросил Джим Кэмерон у себя Затем он сел И неподвижно застыл на стуле Не произнося ни слова Не делая ни единого движения Он испугал всех в офисе до полусмерти Никто его не узнал, хотя Джим предупреждал, что должен прийти Ланс, который работал со всеми на предыдущем фильме Но никто не ожидал увидеть его в таком чудовищном обличии Они уже собирались звонить в полицию, когда пришел Джим и сказал «О, привет, Ланс!» Только тогда все успокоились Ланс тогда сильно напугал людей Что, впрочем, не так уж плохо Но когда появился Арнольд, это был уже совсем другой терминатор И Ланс вместо терминатора сыграл другую роль полицейского детектива Поверите вы или нет, но в определенный момент мы рассматривали Джея Симпсона в качестве претендента на роль терминатора Кастинг модель 101 Началось с того, что искали исполнителя на роль главного положительного героя И мне предложили сыграть эту роль Для этого мне прислали сценарий Я его прочел И понял, что мне гораздо ближе роль терминатора, а не положительного героя Поначалу Джим не обрадовался идеей взять Арнольда на роль терминатора Он хотел, чтобы Арнольд играл Риса Они встретились за завтраком, обсудили сценарий И Арнольд заявил, что он не подходит на роль Риса Поскольку у Арнольда было значительное влияние в киноиндустрии С его именем надо было считаться Джим не смог так просто ему отказать Оставался единственный выход Скандально порвать всяческие отношения с Арнольдом Шварценеггером Однажды утром Джим мне сказал Ребята, пожелайте мне удачи, я иду на встречу с Арнольдом И собираюсь устроить ему скандал Это единственный способ вывести его из игры И уже никто не хотел, чтобы они работали вместе Джим перед встречей с Арнольдом пошутил Если что случится, можете забрать мой стул и мою стереосистему себе Потом мы встретились за завтраком Кстати, мне пришлось за него заплатить Ну ничего, Арнольд Это стоило этих денег? Да-да, конечно, стоило С нами был еще один мой товарищ, у которого не было ни гроша в кармане У меня тоже не было денег А у меня, как обычно, в кошельке были тысячи долларов Да, я помню, как ты вытащил из кармана пачку денег, швырнул ее на стол Как оказалось, Арнольд совсем не хотел играть Риса Только прочел сценарий, как сразу заявил Я хочу играть Терминатора Джим подумал, и вместо того, чтобы поссориться с Арнольдом, сказал А по-моему, это неплохая идея Я помню, что я вернулся в Хайндейл Встретился с продюсером Джоном Дейли и сказал Ребята, я думаю, Арнольд должен играть Терминатора Все посмотрели на меня, как на сумасшедшего Джон Дейли созвонился со своим агентом Я помню дословно весь этот разговор Он немножко помялся и сказал Лу, я считаю, что это все же центральный персонаж фильма Я знаю, что он злодей, негодяй Но это все-таки главный персонаж И к обеду контракт уже был подписан Изначально Терминатор задумывался как невысокий, незаметный То есть у зрителя должно быть впечатление, что он ничем не выделяется из толпы Но мы поговорили о том, что Арнольд при его росте телосложений Будет слишком выделяться среди других Будет слишком легкой мишенью в толпе Но это же все-таки Лос-Анджелес Так был создан образ сокрушительного Терминатора У зрителя поначалу не должно было создаться впечатление Что под внешней человеческой оболочкой скрывается металлический каркас Но само внешнее тело Терминатора должно было передавать ощущение несокрушимой силы Сначала мы не были уверены, правильно ли мы двигаемся Но время и сам фильм показали, что это было верное решение Это очень помогло нам при съемках У нас были трудности с подбором актеров Потому что никто не мог себе представить живую внешность Терминатора Арнольд был первым утвержденным актером После его утверждения начался процесс создания фильма Тогда уже можно было сконцентрироваться на подборе других актеров На остальные роли они не обязательно должны были быть звездами Кайл Рис и Сара Коннор Майкл Бин появился на пробах после окончания работы над ролью Святого Себастьяна И отнюдь не напоминал героя боевиков, которого предполагали взять на роль Риса Я только что вернулся с проб к спектаклю Кошка на раскаленной крыше В постановке Хосе Квантера Это была для меня очень серьезная работа Я старался изо всех сил, много работал над образом героя и его акцентом В то утро, когда были пробы на Терминатора Я 2-3 часа провел на пробах Кошки на раскаленной крыше Ту роль я, к сожалению, так и не получил Когда я появился на пробах на роль Кайла в Терминаторе К тому моменту я еще не избавился от южного акцента От репетированного для предыдущих проб Никто не думал, что эта проба Майкла будет успешной Я пришел, снял пробу Потом мой агент мне позвонил и сказал, что я им очень понравился Что, по их мнению, я очень подхожу для этой роли Не устраивал только мой южный акцент Я недоумевал, какой южный акцент Я из Небраски, это центр Соединенных Штатов Потом мы поняли, что произошло Затем была повторная встреча В Майкле было что-то неуловимо ранимое Он выглядел не просто крутым парнем В нем сочетались и атлетизм И необыкновенное эмоциональное начало Которое требовалось для развития отношений с Сарой Самое интересное в моем персонаже было то, что именно ему необходимо было сложить воедино всю целостность фильма Объяснить зрителю, кто такой Терминатор, кто я, откуда явился он, откуда я Рис должен был рассказать эту историю от начала до конца Он был единственным человеком, кто знал это Объяснение словами коллизии фильма могло затормозить развитие действия на экране Изумительной была идея Джима рассказать историю из прошлого на ходу Во время погонь, когда мы бежали, прятались По нам стреляли Терминатор тот-то Терминатор оттуда-то А в это время визг тормозов на поворотах Таким приемом Джим смешал действия и повествования Это помогло мне сделать свою историю нескучной для зрителя Это был потрясающий персонаж Он передавал ощущения человека, который ничего не знает об этом мире, сегодняшнем Он знал только, что должен спасти эту женщину, которую он любит Линда, как оказалось, была настоящей жанровой актрисой А не просто женщиной, которая может хорошо и громко кричать Но она умела быть и просто девушкой по соседству Которая потом станет матерью человека, спасающего человечество И сыграть это было отнюдь нелегкой задачей Сара – это женщина, которая росла и менялась на экране на глазах у зрителей И это замечательно, играть такой персонаж Она превращается по ходу фильма из обычной ранимой девушки в женщину Которая находит в себе источник дополнительных сил и идет вперед Отношения на съемочной площадке были замечательны Мы оба усердно работали над фильмом Для нее съемки оказались значительно труднее, чем для меня Нужно было много бегать, драться Но у нее все получалось Может быть, Джим немного переусердствовал во время съемок Бывали моменты, когда Линда срывалась, чувствовала себя неуверенно, плакала, обижалась Но все это пошло только на пользу ее персонажу Собирая команду Один из сторонних участников работы над фильмом, которого мы должны были привлечь к съемкам, чтобы получить зеленый свет на студии В конце концов, так и не поучаствовал в работе над фильмом Нам предложили привлечь к этой работе Дика Смитта, одного из величайших специалистов по гриму в то время Он прочитал сценарий и сказал, что он не тот человек, который нам нужен Он указал на Стэна Уинстона Мы взяли Стэна Уинстона по рекомендации Дика Смита Я сначала скептически отнесся к предложению от Джима Ведь я был большим специалистом на те времена Но я увидел рисунок, который сделал Джим Рисунок металлического скелета Терминатора И я подумал, этот парень просто великолепен Внезапно все мое зазнайство мгновенно слетело с меня И я понял, что безумно хочу работать над этим фильмом Студия по производству спецэффектов Фэнтези 2 Практически с самого начала съемок приступила с нами к совместной работе Чтобы мы могли точно определить, какой эффект в каком месте фильма будет применен Я прочел сценарий Терминатора за 45 минут Самое быстрое время, за которое я когда-либо читал сценарий Я просто проглотил его мгновенно Затем положил на стол и сказал Ребята, это просто великолепно С таким сценарием это будет замечательное кино Мы должны работать над ним Меня пригласили в офис к Джиму Джуниору В студию Фэнтези 2 Чтобы я начал работу над первоначальными пиротехническими эффектами У меня на столе уже лежали стари-борды Много иллюстраций к этому фильму Я пришел в неописуемый восторг Это было очень близко к моему любимому фильму Фильму всех времен «Война миров» Я понял, что у меня есть возможность создать спецэффекты, напоминающие знаменитую «Войну миров» Все это благодаря апокалиптическому видению Джима Кэмерона Джим хотел применить в этом фильме как можно больше спецэффектов Джим обратился в студию Фэнтези из-за их отличной репутации в киноиндустрии и достаточно невысоких цен Итак, студия Фэнтези 2 работала над всеми визуальными эффектами Стэн Уинстон работал над гримом актера Это происходило следующим образом Какие-то сцены снимали сразу На ходу Какие-то спецэффекты решили делать в постпродакшене Средствами комбинированных съемок или методом анимации стоп-кадра В результате все кадры фильма проходят очень гладко Независимо от использованных методов при наложении спецэффектов Пауза в съемках Изначально съемки «Терминатора» планировали начать летом 1983 года в Торонто, Канада Но, к сожалению, в это время Дина де Лаурентис пригласил Арнольда сняться в фильме продолжения «Икона Наварвара» Дина не позволил бы сняться сначала в «Терминаторе», потому что он прочитал сценарий и сказал «Эй, ребята, вы пытаетесь забрать мою славу» Это был великолепный сценарий Дина сказал мне об этом И нам пришлось передвинуть начало съемок на март 1984 года в Лос-Анджелесе Арнольд был настолько основным героем, что все безропотно согласились перенести съемки практически на целый год Если бы не участие Арнольда Мы не ждали бы столько времени Мне пришлось ждать 9 месяцев с сознанием того, что я утвержден на роль и невозможностью приступить В какой-то мере это неплохо для актера, можно работать над какими-то другими вещами, но с другой стороны Я сомневался, действительно ли будет эта роль Честен ли на слово Джим Кэмерон? Мы много обсуждали фильмы с Джимом Рассматривали характер и главные герои, варианты развития сюжета, ездили пострелять с ним вместе Затем меня Джим познакомил с мастером восточных боевых искусств, приглашенным на фильм Много времени я посвятил исследованиям жизни подпольщиков, проведших часть своей жизни подземелий Изучал их стиль жизни, как они находили дорогу в подземных катакомбах Единственная положительная сторона 9-месячного ожидания в том, что у нас было время тщательно подготовиться, собственно, к съемкам Мы были готовы к любым проблемам Джим приготовил стариборды практически на весь фильм Цветные раскадровки на каждый план фильма Все могли представить визуально весь съемочный процесс Военные истории Всегда существует проблема выбора между эстетикой и деньгами Ты работаешь над художественными образами, а потом задумываешься, сколько это тебе будет стоить Продюсер и режиссер заняты одним и тем же Но с разных сторон Продюсер больше волнуется о деньгах, режиссер об искусстве Но оба заинтересованы в конечном результате В процессе совместных усилий рождается кино В процессе съемок я не волновалась ежедневно, каким получится фильм Важно было, чтобы намеченная на сегодня съемка состоялась Чтобы идти на меньшее количество неожиданных компромиссов Я контролировал и Джима, и сам фильм Мы сняли весь первый терминатор за стоимость Дома на колесах, в котором ты жил на съемках второго терминатора, Арнольд Точно Буквально перед съемками Линда Гамильтон сломала ногу Да, я перед съемками сломала лодыжку, и нога у меня так и не срослась Мы, конечно, волновались Сможет ли она работать с такой травмой? Ей приходилось бежать практически весь фильм Все съемки фильма Линда бегала с поломанной лодыжкой Ногу приходилось перебинтовывать каждый день Все бегущие сцены снимались в сумерках Это внесло свой отпечаток Мы снимали в Лос-Анджелесе Ночью Посреди жаркого лета Была жуткая одухота и вонь Это было ужасно Но и это сработало на фильм Диско-клуб, в котором мы снимали сцены Мы назвали Технуар Если бы были нехорошие рецензии Мы бы сослались на методы съемок Темная сторона технологии Мы снимали ночной Лос-Анджелес В месте, которое днем было обычным рестораном Получилось очень правдоподобно К тому моменту денег уже не хватало И мы брали в массовку людей Способных заплатить за вход в наш Технуар-клуб Потом деньги нашлись Мы отменили столь радикальные меры Во время съемок летом 1984 года в Лос-Анджелесе Появились бешеные мухи Как тогда их называли ученые По городу стали разбрызгивать ядовитые химикаты Те локации, где проходили съемки, тоже оказались опрысканными Они опрыскали в одном месте Мы приезжали туда на съемку Они перебирались в другое место Через некоторое время мы оказывались там Так что и нас опрыскали неслабо Помнишь, как снимали удар в стекло железным кулаком? Вся эта система оказалась настолько тяжелой, что двигали не машину, а кирпичную стену Да, помню Тебе приделали металлическую руку, а настоящая рука была спрятана под костюмом Сзади ехала машина с камерой и снимала сбоку И сзади одновременно Это выглядело, как будто я настоящей рукой пробиваю стекло До сих пор на этой улице я вспоминаю, как бегал по ней Столько бегать, как в ту ночь, мне больше не приходилось Камера у оператора висела почти у самой земли Я бегал тяжелых кожаных башмаках Потом прыгал через автомобиль Трюки были очень суровыми Особенно со всем этим багажом из кожи и цепей на плечах Но чем больше актер участвует в трюках, тем более достоверными они выглядят на экране Для меня физически самым трудным было мое появление на земле из будущего В этой сцене снимали каскадера Мне поставили две лестницы метра по два На них на досках лежал каскадер Внизу стояла камера Каскадер просто скатился с доски и упал на землю, при этом сильно ударился С такой высоты это очень болезненно Наши машины были прикреплены к машине с камерой Мы гоняли на машинах очень быстро и машины с камерой неслись и чертя голову Тормоза въезжали на повороты Мы с Линдой мчимся, я отчаянно вцепился в руль И кричу Линде Терминатор, терминатор Я дергаю руль на себя и руль отрывается Я сую ей руль и говорю На, веди сама Много было веселого на съемках С Арнольдом было замечательно поработать Арнольда нельзя измотать Он всегда на ногах Он скажет в тяжелый момент какую-то шутку и сведет проблему к юмору Тонус на съемках у него всегда высокий Он самый профессиональный актер, с которым я когда-либо работал У него отличная концентрация Физические аспекты съемок он понимает, как никто другой В каком направлении двигаться, чувствует камеру Он верил всей душой в успех нашего проекта Меня часто спрашивают о совместной работе с Арнольдом Но на площадке мы практически не встречались Кроме сцены в ночном клубе А так он гоняется за мной, я убегаю В кадре мы не встречаемся Под конец фильма, где мы встречаемся в кадре, это уже не Арнольд, а его металлический скелет Волшебство Стэна Уинстона Джим хотел посмотреть различные варианты образа металлического скелета Терминатора Как великолепный художник он имел право выбора У нас было много разных вариантов Но после всех мы вернулись к первоначальному типу скелета, который нарисовал сам Джим Когда мы приступили к разработке деталей Джим стал главным творческим двигателем моей студии Я постоянно консультировался с ним Подскажи, нарисуй это После его наброска я понимал, над чем нужно еще работать Изготовителем я показывал, вот плечо, вот ребра Скулы, таз Под конец у нас было детальное изображение всех частей скелета И я благодарен за это Джим Но все это потом расценили Как мою заслуги В первую встречу со Стэном мы не думали, что физически возможно собрать такое количество комбинированных съемок в одном фильме Первоначально не предполагалось, что скелет понадобится реальных размеров Планировалось, что это будет комбинированная съемка Джим очень хотел, чтобы движения были максимально правдоподобны Но очень беспокоился, что из-за недостатка денег или времени что-то может не получиться Тогда я предложил Джиму построить скелет в натуральную величину И снять с ним большую часть сцен при помощи механического оживления скелета Так и решили, хотя знали, что это возможно не везде Придется делать и комбинированные кадры Благодаря тому, что Стэн в воображении видел весь фильм от начала до конца Нам было ясно, что удастся снять, а где делать комбинированную съемку Важно было знать, что снимать с механическим скелетом Я был уверен, что имитация движений и походки будут реальными Так как верхнюю часть скелета просто ставили на живого человека С помощью механических рычагов оживляли движения головы и рук Таким образом, Шон МакКеннон, один из наших специалистов Водрузил на себя верхнюю часть металлического каркаса И рычагами управлял движениями его рук, головы, манерой походки Все движения Шона превращались в движения терминатора Кроме того, мы еще добавили движения глаз, которые придумал Сэм Берман и Боб Уильген Кроме того, мы построили еще и целиком прямостоящий металлический скелет терминатора Который можно было снимать с головы до пят В тех сценах, где терминатор уже разорван пополам Мы задействовали верхнюю часть скелета, которую тащили техники, находящиеся под полом Были отдельно металлические руки, которые появлялись в кадре, цеплялись за что-то, подтаскивали терминатора Была еще одна копия скелета, сделанная из урофена Это она в конце фильма взрывается Почему она была из урофена? Простая безопасность Мы не хотели взрывать металлический каркас Во избежание ранений от металлических осколков Были отдельно и нижние конечности Мы их применяли, когда скелет поднимается по лестнице Была построена огромная копия лицевой части скелета Которую мы использовали для крупных планов глаз терминатора Для показа движения его зрачков По правде говоря, зрачки были сделаны из обычных фотографических линз Много составных частей использовалось для съемки Я знал, чтобы убедить зрителя, что терминатор это робот Нам придется строить его полную металлическую копию Копию головы и других частей тела Голов было сделано две Одна была снята в финале, в погоне на грузовике Но грим Стэна Уинстона оказался настолько убедительным Что мы гораздо меньше снимали искусственную голову, чем мы планировали Что дало Джиму большую творческую свободу при съемках фильма Искусственная голова была задействована Лишь в нескольких коротких эпизодах для пущей убедительности Пост-продакшн Мы оба, я и Джим, удостоились чести поработать с О'Джием Корманом И он научил нас многим важным вещам Что в основном фильм делается в пост-продакшне Мы приступали к съемкам, зная, что не поймем до конца Все ли мы сняли, пока не сядем монтировать Мы специально отложили на пост-продакшн солидную сумму денег И нам повезло, что наша финансовая компания и ее директор Позволили нам истратить весь съемочный бюджет Зная о том, что огромный кусок работы еще предстоит доделать в пост-продакшне Линсон Парсли поверил в нас За это ему большое спасибо Ведь никто не планирует съемки, зная, что предстоит огромная работа в пост-продакшне Что масса основных планов возникнет не на съемке, а в пост-продакшне Бюджет был мизерным, поэтому Джим либо сам снимал их Либо находил людей, которые соглашались делать это за небольшие деньги Несмотря на мизерные зарплаты, пост-продакшн команда работала с полной отдачей Все горели желанием создать этот фильм Мы делали все возможное и невозможное, чтобы художественно дополнить в пост-продакшне Все, что не удалось в основных съемках В один момент мы заметили, что нам не хватает плана Терминатора Когда он находится у квартиры Сары и Джинджер Но эта локация уже была недоступна, поэтому для дополнительных съемок мы использовали всю квартиру И уже в пост-продакшне добивались наибольшего сходства с тем интерьером, где снимались основные кадры Нам пришлось покрасить стены квартиры, чтобы они были такого же цвета, как при съемках в павильоне В одной из последних сцен фильма, где погибшего Кайла загружают мешок для хранения трупов, такого мешка не нашлось Использовался мешок от костюма Джима Кэмерона Когда потребовался такой мешок, Джим просто его достал из багажника Я лежу, на меня надевают чехол от костюма, застегивают молнию Момент, конечно, немного несуразный, если бы продюсеры узнали об этом Они бы не позволили нам допустить такое Джим захотел еще, чтобы у нас были планы гибели Терминатора под прессом Где его корпус раздавливается, и его глаз постепенно затухает в дымке, демонстрируя гибель Терминатора Для этих съемок были построены обе половинки пресса из пенопласта Покрасили их так, чтобы это было похоже на металл Затем сконструировали часть черепа с глазом Терминатора Она потом отваливается Все это было сделано из плотной фольги Затем вместо глаза вставили красненькую лампочку Взяли два куска пресса Стали их сжимать Кусок фольги стал отваливаться Лампочка постепенно затухала Все это происходило в легкой дымке Дым в этом кадре — это простой дым от сигареты Кто-то курил в это время и случайно пустил дым в кадр И эта сцена абсолютно сработала в фильме в таком упрощенном варианте съемок С тщательной подготовкой такого кадра съемка стоила бы тысячи долларов Так финальный крупный план состоял из фольги, лампочки, сигаретного дыма и куска пенопласта Это последний план, в котором мы видим Терминатора в фильме Каждый вложил в этот фильм сердце и душу И это видно, когда вы смотрите на экран Душа всех и Джима, и Лизы, и Арнольда Душа всей команды отражена в фильме Мы были достаточно наивны Не предполагали, что снять такое может оказаться просто невозможно Наверное, все получилось именно благодаря этой наивной вере Последний план Финальный план фильма нам предстояло снять в пустыне Но в то время, к сожалению, Линда Гамильтон не смогла приехать на съемку Поэтому мы попросили участвовать к мою секретаршу Полли Привезли собаку моей мамы, достали Джи для съемок И выехали на натуру с Джимом Уорреном Еще со мной поехал мой сын Крис, чтобы установить декорации и реквизит От него требовалась лишь физическая сила Съемка проходила в воскресенье Локация находилась у черта на куличках Весь день мы ждали хорошего естественного освещения Мимо не проехала ни одна машина Нам оставалось пять минут до начала съемки Камера находилась в нескольких футах от дороги Только мы настроились снимать джип, уезжающий вдаль Как вдруг на шоссе появилась маленькая точечка приближающейся машины Джим говорит Наверное, ребята, это полиция Так и оказалось Это была полицейская машина Мы были к этому совсем не готовы У нас не было разрешения на съемку Мы не должны были там находиться Полицейские подъезжают Начинают расспрашивать Требуют предъявить разрешение на съемки и убрать оборудование здоровья Отец говорит Мы снимаем курсовую моего сына для колледжа Мы помогаем сыну снять небольшое кино Это студенческие съемки Надо доснять один план И все, мы уезжаем Все стоят, улыбаются Полицейские отнеслись с пониманием Согласились постоять и придержать движение на дороге Нам дали снимать и даже перекрыли на время трассу Чтобы не пострадала аппаратура, стоящая прямо на дороге Нам было смешно Потому что полицейская машина была единственной на дороге Появившейся за все это время Я стоял, чуть не писал штаны Потому что все валяло на меня Мы отодвинули камеру на полтора метра И полицейские удалились Мы досняли этот план И это был последний план фильма Танки и танкисты Визуальные эффекты Подготовку спецэффектов в постпродакшене Мы начали со сцены войны роботов и людей в будущем Мы построили метровую платформу На которой мониторы должны были снять все боевые сцены Рядышком построили мелкомасштабный макет города Руины, разрушенные здания Валяющиеся черепа людей Мы пошли на компромисс Так как для ощущения пространства в кадре нужны большие дистанции, площади У нас же все декорации были микроскопические Построенные из пластика, картона, фольги Черепа, по которым проезжает танк, размером были с грецкий арик Была еще парочка декораций практически в натуральную величину для съемки крупных планов черепа Джин настоящий мастер кинофотографии Поэтому там, где мы видим череп прямо в натуральную величину А за ним на маленьком расстоянии лежат макеты малюсеньких черепов Создается ощущение огромного пространства, на котором тысячи человеческих черепов Трудность была еще в том, что мы использовали огромные крупные объекты для съемок И все, что они снимали, находилось всего в нескольких сантиметрах от камеры А зритель должен был видеть огромные площади пространства Игрушечные танки не передают движение огромных машин Снимали это ускоренной съемкой Потом замедляли, и это придавало достоверность движения Большое количество света делало все эти постройки деталей более похожими на правду Танки будущего мы построили с нуля, собирая их деталь за деталью Как только построили гусеницы, мы уже снимали все гусеничные планы Затем танки целиком Затем радиоуправляемые башни корпуса А уж потом на постпродакшене пришлось добавлять выстрелы лазеров Джим хотел, чтобы лазерные выстрелы были не просто линией света А обладали глубиной, были визуально сложными А поисковые прожекторы были сняты натурально при основных съемках фильма Дым мы применяли, чтобы скрыть неоткорректированные детали, которые могли просмотреться на заднем плане Дым завуалировал съемочную площадку Реальная глубина дистанции в сценах будущего составляла 5-6 метров Дым создавал иллюзию обширного пространства В большинстве случаев использовался искусственный дым Но иногда пускали натуральный угольный дым Если вы католик, вы знаете, как это пахнет Мы задыхались дымом каждый божий день Там было нестерпимо жарко Это было самое жаркое время в году Граната, летящая под гусеницы танка Это 4-х сантиметровый кусочек пластмасса Довольно сложно было попасть точно под гусеницу Пришлось снять много дублей Получился 26-й дубль Джим хотел, чтобы взрывы несли в себе много энергии и мощи Выглядели впечатляюще В сознании зрителя взрывы всегда окрашены в пламенно-оранжевый цвет Поэтому мы использовали покрытые оранжевым гелем лампочки Для подсвечивания всех пиротехнических эффектов Благодаря этой подсветке и использованию арахисовой пыли Взрывы более красочны Разлетающийся дербис давал эффект оседающей земной пыли Мы построили грубую модель летательного аппарата будущего Так как она должна быть задействована всего в нескольких затуманенных планах И смотрелась более-менее пристойно Летательный аппарат был подвешен в павильоне на тросах Наша задача была заставить его двигаться плавно А не качаться из стороны в сторону при движении троса Пришлось построить целую систему тросов и тросиков Которые позволяли имитировать движение полета Ускорять, притормаживать, двигать в обратном направлении Мы с этим справились Все получилось Большинство сцен, где персонажи сняты на фоне руин будущего Роботов и летательных аппаратов Были сняты при помощи либо фронтальной, либо задней проекции Сначала сняли задние проекции Джим давал очень профессиональные советы при использовании линз задней проекции Взрыв грузовика, на котором терминатор догоняет героя в конце фильма Был полностью снят в миниатюре Изначально Джеймс Хэмерон планировал снять настоящий грузовик Но ему не позволили это сделать Так как в том месте в Лос-Анджелесе, где проходили съемки Располагался оружейный склад полиции В здании рядом со съемочной площадкой Хранилось оружие, боеприпасы, полицейские вертолеты Была создана в миниатюре вся локация В которой снимались крупные планы в масштабе 1 к 6 Макет построили на автостоянке рядом со студией Фэнтези 2 Туда поместили небольшую модель грузовика, которую и взорвали Трудность была в том, чтобы картинка последствий взрыва совпала Та, где в кадре макет, и та, что в реальной декорации Горящие куски железа должны были выглядеть остатками взорванного грузовика Мы действовали очень последовательно На экране мы видим, как персонаж Майкла Бина Закладывает взрывчатку в выхлопную трубу сзади грузовика Зритель ожидает взрыв именно там, а не будет одним большим взрывом 42 отдельных взрыва отсняли для передачи эффекта цепной реакции От хвоста до кабины Первый дубль снимали тремя камерами с ускорением 128 кадров в секунду с полным светом Но трос, прикрепленный к акселератору грузовика, дернули с такой силой, что вырвали передние колеса Этот рывок спровоцировал общий взрыв Первую нашу модель разорвала без пользы, и дубль был испорчен Пришлось строить модель снова Всегда надеешься на лучшие Но приходится прикладывать все больше усилий, чтобы все работало как полагается Первая модель взорвалась, и вся группа издала громкий протяжный стон Через два дня была готова новая модель грузовика И мы все успешно отсняли До сих пор зрители не догадываются, что в конце фильма взрывается не грузовик А полуметровая пластмассовая его модель Сердцебиение машины Мы пробовали нескольких композиторов для написания музыки к фильму Когда доходит дело до написания музыки, от бюджета уже ничего не остается Ко мне обратились и сказали, что надо написать музыку для малобюджетного боевика Я не очень обрадовался, но чтобы не сидеть без работы, согласился Как всегда перед написанием музыки, еще не видя материала, я обсудил с режиссером философскую концепцию фильма Часто случается, что после обсуждения идеи смотришь фильм, и оказывается, что это совсем не тот фильм, о котором рассказывал режиссер И все философские идеи, которые мы обсуждали Вдруг мелькает маленький фрагмент, который оказывается тем глобальным концептом Когда я поговорил с Джимом, я не был слишком пессимистичен Джим был одержим идеей Терминатора И рассказывал о нем очень впечатляюще Я посмотрел первые 10 минут и понял, это именно то, что мне говорил Джим Вся глубина, настроение фильма, вся его энергетика есть на экране Я понял, что должен сделать музыку к этой картине К концу просмотра я в душе умолял, чтобы меня взяли на эту работу В последней сцене, где металлический Терминатор взрывается Я вдруг произнес вслух Если он еще раз оживет, я ухожу отсюда Я думал, что это моя мысль, но все разом посмотрели на меня, и я понял, что я прокричал эти слова Я испугался, что потерял эту работу Брэд действительно понял идею фильма Что для передачи его энергии, передачи сюжетных поворотов необходим перкуссионный энергичный ритм Я должен был музыкой передать механическую сущность пришельца из будущего Его механическое сердцебиение Брэд сработал мастерски Не было ни достаточного времени, ни денег И мы все время добавляли новые и новые планы У меня было несколько синтезаторов На всех на них я наигрывал разные партии в реальном времени Каждая нота была сыграна вживую На ритм-машине в заключении был наигран ту-ту-ту Техника того времени не позволяла свести все синтезаторы одновременно Поэтому я корректировал все партии в реальном времени, чтобы они совпали Я старался управлять своими музыкальными машинами Когда машины на экране старались управлять людьми На экране не могли справиться с роботами А я не мог справиться со своим синтезатором Когда Рис и Сара встречаются в полицейском участке И он пытается вытащить ее из этого ада Я подумал Так, это сцена побега Я вставил основную тему фильма в эту сцену побега Но Джим сказал, нет Основная мелодия отвлечет от напряженного действия в этой сцене Поэтому мы использовали нервную напряженную тему А основную мелодию брали Я хотел основной темой придать сцене героизма Но Джим не согласился Он был убежден в своей правоте Я не встречал режиссера, который бы так хорошо понимал музыкальные нюансы Кинематографа Премьера Я не думаю, что студия понимала, какой материал был у них в руках Если бы это понимали, выделили бы гораздо больше денег на съемки Может быть, даже не позволили бы Джиму снимать это кино Первоначально студия восприняла это как дешевый второсортный боевик Поскольку он у них проходил в категории второсортных, проходящих картин Все, что от него ожидали, это небольшие сборы в первую неделю И последующее снятие с проката Ввиду негативных отзывов Прогнозировали, что фильм будет только для ограниченной аудитории подростков и молодых мужчин Будет везением заработать небольшие деньги И лишь после первого просмотра, на котором присутствовал Лаурен Си Парсонс В качестве основного критика стало понятно, что мы сняли что-то особенное Он сказал, что это отличный фильм Вы сняли не просто хороший, а очень важный боевик Когда ты снимаешь свое первое кино, ты не можешь быть абсолютно объективным Невозможно знать, успешным ли будет фильм, пока его не увидит зритель Потом мы показали фильм агентам актеров Эд Ла Мада, который представлял Майкла Бина, сказал Что надо срочно показать его зрителю Чтобы пошла молва Фильм понравился и агенту Арнольда Шварценеггера Лупиду Они настояли на показе критикам По первым откликам, мы с Джимом поняли, что мы затронули самые нервы Сняли далеко не второсортную картину Фильм затронул не только зрителя, но был великолепно воспринят критиками Сразу после выхода в прокат, на студии поняли, что надо менять рекламную кампанию Фильм поровну мужских и женских сцен Но рекламные деньги уже были потрачены Рекламная кампания на этом прекратилась Рекламные агенты бегали по студии, изыскивая возможности передать женской аудитории, что фильм и для женщин тоже Было невозможно предугадать абсолютно положительные рецензии и самую большую кассу не только в первую неделю проката Но и в последующие несколько недель Просто фильм зацепил зрителя Его характер и персонажи стали близкими зрителю Оказалось, что ты снял больше, чем предполагал Это был культурный феномен И люди восприняли его подсознательно Терминатор представлял для людей темную сторону человеческого разума И людям была близка идея человека-машины Полностью свободного от каких-то морально-этических обязательств Обладать возможностью делать что хочешь вне всяких рамок этики и закона Можешь не открывать дверь, а ломиться сквозь нее Это мрачная фантазия, но люди могут насладиться ею хотя бы в кинотеатре Те, кто думал, что Терминатор циничный фильм, не поняли этот фильм Отнюдь, фильм говорит нам Тот, кто незаметен среди нас, может быть и главным героем человечества Твое существование может быть самым важным условием Это не просто фильм со взрывами, стрельбой, погонями Это и фильм о любви История, рассказанная в этом фильме, затрагивает зрителя Фильм вышел в нужное время Фильм, который представлял собой те идеи, по которым жила Америка в 1984 году Еще очень важно в этом фильме то, что люди смогли представить себе существо Наполовину человека, наполовину машину А сегодня это уже часть нашей жизни Мы окружены машинами, роботами Наука уже понимает, что человеческое тело просто очень сложная машина Это понимание для меня самый большой сюрприз Камерон Камерон сделал все, что в его силах, чтобы мы представили, что может произойти в будущем Он точно знал, что ему нужно, к чему он стремится Потому что обладал видением и знал, что в этом будущем может произойти Да, он знает, как режиссер, что и как нужно сделать В 98% он абсолютно прав Он мастер своего дела И с ним не очень легко работать Это сложно, но он справляется полностью Он первым приходит на съемки и уходит последним Он держится на ногах, когда все уже падают от усталости Вы можете увидеть Джима, бегающего с дымовыми машинами Создающего дым перед камерами Затем он сам пытается наложить грим на актера В сделанных в студии эффектах Пытается что-то улучшить, что-то уточнить Он пытается объяснить, как снимать спецэффекты Людям, которые этим занимаются всю жизнь Он все понимает, с ним можно говорить на языке спецтерминов Все знает Джим понимает, что вся технология нам дана как средство Это касается и съемки, и звука, и спецэффектов Джим знает лучше специалистов, что нужно делать Иногда Джим впадает в отчаяние от того, что знает лучше всех, как нужно это снимать Джим всегда у руля Это его манера Единственное, что он не может, это сыграть роли Поэтому нужны мы, актеры Он не только режиссер, но и замечательный художник Умение рассказать историю – это замечательная черта Джима Кэмерона В этом главное достоинство первого Терминатора В течение многих лет я работал с фильмами, которые технически были сделаны более совершенно Но все, что вы желаете знать о Джеймсе Кэмероне, вы можете увидеть в первом Терминаторе Весь талант Джима воплотился в этом фильме А дальше лишь только развивался и совершенствовался Видение Джима Кэмерона было основной движущей силой фильма Благодаря ему мы смогли общими усилиями сделать замечательное кино Нам было интересно, весело, иногда трудно Но я просто счастлив, что участвовал в этом фильме А так же просто покры compte «Русские футов» Игру pretty зан 예쁜 работы Мы говорили на 3 hj в этом фильме Хотя все уподоб goals Мы работаем в дnewung Машины Мы успели по уровню songs Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok